Если кто-то подумал, что мы на пороге деприватизации и национализации, то пускай кто-то мне объяснит, почему это мы национализируем, а вот это мы приватизируем. Там совет директоров весь американский. Более того, они управляют не только нашим алюминием, но и всей энергетикой Сибири. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами на канале Перехват Управления. И у нас сегодня на связи Владимир Николаевич Баглаев, директор Череповецкого литейно-механического завода. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Владимир Николаевич, вот прошла новость такая. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству акций заводов ЧМК. То есть, получается, началась приватизация, вернее, национализация заводов. В лучшую сторону, в худшую сторону. Что нам ожидать и что вам, как директору завода, ожидать от этих новостей? Ну, смотрите. На самом деле, происшедшее событие, оно, на мой взгляд, ставит ситуацию в нашей стране с точки зрения формации нашей социальной в тупик. То есть, вообще говоря, а какая у нас общественно-экономическая формация? Капитализм, верно? Нравится это или не нравится, но у нас, по большому счету, имеется всеобщее право частной собственности на средства производства. Что значит произошедшее решение о том, чтобы сейчас, как бы, подать в руки государство кем-то неправильно приобретенное эта самая частная собственность на средства производства? На самом деле, оно очень интересно с точки зрения того, что если обратиться к тем годам приватизации, которые были, а мы помним, что рыжий экономист, он, как бы, не ставил перед собой задачу правовой и чистоты передачи собственности общенародной, государственной в частные руки. Основная была задача разрушить, так сказать, родить класс частных собственников, то есть буржуазии, как можно быстрее. И так уж, если ориентироваться на права и на правовые основы, то при желании можно легко обосновать, ну, как бы мягче сказать, неправовые или неправомерную передачу общественной собственности практически любых крупных предприятий, которые есть у нас в стране. То есть разговор о том, насколько справедливо или несправедливо передается частное собственное производство, на мой взгляд, возникает только в голове у тех, кто только по книжкам знает, что такое крупные заводы. Если кто-то из вас реально находился на площадях комбинатов металлургических, нефтехимических, вы представляете, допустим, архитруктура комбината, неважно, это липельский комбинат, северсталь, магнитка или норильский никель, кто-нибудь ходил по площадям этих территорий, кто-нибудь представляет собой, что такое, это даже сфотографировать все невозможно, а это надо было спроектировать, эти бесконечные трубы, канализация, коммуникация, это было, это даже нарисовать в чертежах сложно, а это кто-то еще построил, понимаете? А в Норильске мало того, что это построили, это построили там, где ничего живого не жило, а там люди построили комбинат, и каким образом есть основания считать, что каким-то путем можно считать правильным и справедливым передачи этого актива в чьи-то частные руки по закону, не по закону, не по какой справедливости это не может принадлежать отдельной группе лиц, так по большому счету, если говорить о праве и о справедливости, это первое. Поэтому, когда возникают те или иные моменты, которые говорят, так, мол, и правильно, мол, что забрали у кого-то что-то, вы знаете, с моей точки зрения, под мыслью «правильно сделали, что забрали» – это существует, ну, такой фундамент, и это база общего понимания, которое существует в народе, что, в принципе, не могут такие активы, которые построены не только трудом, но и на костях, на крови сотен тысяч человек, принадлежат отдельному человеку. Умному, неумному – неважно. Если ты умный, грамотный, какой угодно, сильный и талантливый, ты можешь этим управлять во благо общества и людей, но ты хозяин, это быть не можешь. Это ни по каким законам общечеловеческим не может считаться справедливым. Это вот мое личное убеждение, потому что я человек, который, я знаю, как выглядят изнутри, эти заводы, эти комбинаты, эти гиганты промышленные, чтобы мы понимали. Это первое. Второй момент, безусловно, надо понимать, что такого рода предприятия, в частности, ферросплавные, как бы это помягче сказать, они сами по себе достаточно экологически нечистые. И в ситуации, когда на этих комбинатах существует собственник, а этот комбинат находится в черте миллионного города, и этот миллионный город, в общем-то, вдыхает в себе отходы производства, этого частного производства, ну, опять-таки, будем откровенны, какие бы там ни были варианты по зеленой экологии и так дальше, ферросплавное производство чистым быть не может. И обложи ты его, не обложи. При любом раскладе ситуация складывается таким образом, что, в общем-то, даже после той или иной приватизации или неприватизации, или неприватизации общества не только построило раньше это предприятие, но оно, в общем-то, и участвует в содержании этого тем, что оно живет в том месте, где оно продолжает, в общем-то, каждому из нас наносить тот или иной ущерб, который, по большому счету, неработникам предприятия никто не компенсирует. Давайте себе тоже в этом отдадим отчет. Это, то есть, вот первая такая вводная, которая, в общем-то, у меня возникает по этой информации. То есть, с точки зрения справедливости, вот все, что касается такого рода предприятий, ни одно из них, ни по одному представлению справедливости не может принадлежать на праве частной собственности никому. Просто это слишком запредельно, если кто-то изнутри понимает, что это такое. Это первое. И поэтому первая мысль, ну, наверное, вроде бы правильная. Вторая мысль. Если это правильно, то дальше возникает вопрос следующий. То есть, мы уже знаем, что собственника этого предприятия как бы задержали, и ему вменяется, ну, не то, что он неправильно его приватизировал в свое время, о том, что сейчас деятельность этого предприятия шла как бы вразрез с интересами страны. А мне, кстати, интересно, а что, какие законы он нарушил работы против страны, потому что он поставлял эту продукцию за рубеж странам-противникам. И тут у меня не может не возникать вопрос. Ребят, а все остальные наши поставки никеля, меди, газа, нефти, азотных удобрений и других удобрений, это попадает под ту же, в общем-то, категорию? Или мы там только с друзьями торгуем ураном, хотя мы знаем, что не только, да? И это не единственное. Кстати, а на чьем, на чьей нефти ездит дизельное топливо изготавливается из поставок какой компании на Украине? Мы же тоже знаем, не раз наслышаны о том, какая компания участвует в поставке всего этого дела. То есть там никто не собирается ничего национализировать. Вопросы возникают. Но дальше, предположим, мы вернули это все активы государству. А какое у нас государство? А напомню, что у нас государство с вами ни разу не коммунистическое и даже не социалистическое. У нас государство капиталистическое. Поэтому от того, что вы отобрали актив у какого-то конкретного частного собственника, который почему-либо по чему-то мнению неправильно себя вел, вопрос возникает, а в чьей собственности теперь будет находиться этот актив? Вопрос о том, что он будет находиться в собственности государства, на самом деле задачу и вопрос не раскрывает. А что значит государство? Это какая-то общественная собственность у нас получается на средстве производства? Уверены в этом или нет? Кто в этом может быть уверен? Опять же, я вам напомню, в декабре вышел министр финансов нашей страны Антон Силуанов и сказал, ребят, нам надо срочно приватизировать оставшиеся наши голубые в стране. И назвал 30 компаний, напомню, что надо приватизировать дополнительно нашу авиационную промышленность, судостроительную промышленность, алмазную промышленность и еще кучу голубых фишек, глубейших. В том числе даже Сбербанк доприватизировать, вместо того, чтобы наоборот вернуть руки государству. И дальше мне возникает вопрос. То есть, если кто-то подумал, что мы на пороге деприватизации и на национализации, то пускай кто-то мне объяснит, почему это мы национализируем, а вот это мы приватизируем. С учетом того, что я слышу, я понимаю, что мы просто с вами являемся наблюдателями передела собственности, которая находилась в одних руках, и оно придет в другие руки. То есть, вопрос не в том, что те или иные активы возвращаются в собственность народная. Это в том, что, скорее всего, получается, что эти активы приходят из одних частных рук в другие частные руки. И это тоже момент достаточно интересный. Потому что с точки зрения феррохром, за который якобы сейчас страдает собственник предприятия, которое три завода уходит в государство, какая была основная претензия? То, что этот материал стратегически используется, в общем-то, в оборонной промышленности. Правда, надо сказать, что этот материал в оборонную промышленность напрямую не поставляется. Этот материал поставляется на те или иные металлургические комбинаты или заводы, или литейные заводы, понимаете, да? Из которых уже оттуда поставляется материал для оборонных предприятий. Понятно. Так вот, из феррохрома не изготавливается ничего. Феррохром является лишь составной частью тех или иных сплавов, как правило, это никель, содержащие сплавы. Хромникельные сплавы, так называемые. Это нержавейка, жаропрочка и так дальше. Сам по себе феррохром или хром в материале никому не нужен без, как правило, без никеля. Понятно, да? А дальше у меня возникает вопрос. А учитывая, что феррохром ушел, а никель, откуда никель взялся там, куда ушел наш феррохром? Не наш норильский никель, или чей там норильский никель, поставлял туда никель, где изготавливался потом этот самый жаропрочный материал. Ведь никель является более даже военным металлом, так скажем, оборонным металлом. Вам любой специалист потом скажет, чем феррохром. Никелевые залежи – это вообще то, что любой оборонщик, стратег, рассматривает как важнейшее, в общем-то, месторождение на своей территории. А здесь что с национализацией? Там все по-честному прошло, или, может быть, есть какие-то основания полагать, что какой-то никель из нашей страны случайно ушел в страну, которая нам не является партнером. На этом основании мы не можем вопрос себе поставить, а почему так и зачем. Кстати, что касается феррохрома и никеля, я ведь не могу купить, вот мы как препятствия, которые потребляем и феррохром, и никель. Я вам скажу, что по прошлому году более 70% феррохрома, который я потреблял, был не российского производства, потому что в России феррохрома купить не смог, нашего российского производства. А дальше возникает вопрос, как же так? То есть нашим феррохромчикам ставят в упрек то, что они гонят феррохром за рубеж, а наши производители, в том числе я, должны покупать феррохром из-за рубежа. Китайский, казахский, индийский. Ребята, что происходит? Здесь, на мой взгляд, вопрос не только в том, хулиганил или не хулиганил кто-то на хозяин. А вообще говоря, кто-то на границах за потоками смотрит, кто куда чего идет и каким-то образом получается. Кто-то за это дело отвечает. Почему я не могу по нормальной цене, на нормальных условиях купить наш российский материал для производства, в том числе того, что они там полезны для нынешней ситуации? Ну, это вопрос возникает. Дальше. Хорошо. Мы с вами по никелью прошлись. То есть, ну, с удивлением поняли, что почему-то на риске никель сегодня не то приватизировать не собираются. Хотя он более оборонно важен для нашей промышленности, чем феррохром. Дальше вопрос поставим. А что, алюминий не так важен? Более того, мы вспоминаем, кто сегодня владеет русским алюминием. Это не Олег Дерибаско. Он там на вторых-третьих ролях. И право голоса у него минимальное. Там и совет директоров весь американский. Более того, они управляют не только нашим алюминием, но и всей энергетикой Сибири заправляют. И что по этому поводу? Более, как они это дело сделали, это не то, что нарушают все возможные разумные и неразумные законы приватизации и потом расприватизации. Они просто лишили права голоса, даже пускай законного и незаконного российского акционера. Сказали, а мы так будем делать. И все. И что дальше? Тот олигарх, которого сейчас как бы обидели по своей капитализации, не дотягивал даже до одного миллиарда долларов. А у нас сколько долларовых миллиардеров, которые сидят на сырье в России, никто не задумывался? Там все по-честному. И там материал точно только в гуманитарных направлении возникает. И дальше возникает еще один вопрос. Казалось бы, маленькая заметка, а столько всего интересного сразу поднимаем. Итак, вернемся к той общественной информации, в которой мы живем. Это капитализм. Также она еще и называется товарным способом производства. И это, еще раз, имеется всеобщее право частной собственности на средства производства. Ну и дальше. Кто тут живет в этом обществе? Ну, по классике, если смотреть по Марсу. Классы следующие. Это капиталисты, то есть буржуазия, то есть владельцы средств производства. И в той части рабочего класса, который не владеет средствами производства и работает на капиталистов по найму, это, как мы говорим, про триат, они, значит, работают на этих капиталистов. Так вот, капиталисты организуют производство и присваивают прибавочный продукт. Ну так, по классике, да? А кто производит прибавочный продукт? Рабочие производят прибавочный продукт. И основным, по классике, по Марсу, механизмом, принуждающий к труду, является экономическое принуждение. И рабочие не имеют возможности обеспечить свою жизнь иным способом и получить зарплату, как только работая на капиталистов. Классику мы с вами разобрали. А теперь интересный момент. Ребят, у нас рабочего класса, если посмотреть в производстве, сегодня составляет менее 5%. Понимаю, понятно, да? В стране рабочего класса, пролетариата, который можно назвать, менее 5%. А тогда можно уточнить, а за счет какого прибавочного продукта живет вся страна, а не только капиталисты, которые заставляют работать этих рабочих. И если основным механизмом, побуждающим к труду, является экономическое принуждение, где работают все остальные люди, которые обеспечивают свою жизнь тем или иным способом? В банках, Владимир Николаевич? Нет, нет, все намного интереснее. И тут мы приходим к тем или иным особенностям нашей страны. Дело в том, что у нас как такового капитализма в плане владения частными средствами производства – это совершенно вторичная пылинка, так сказать, слоек, так скажем. У нас капиталисты, или как их там назвать в этой ситуации, это владельцы, частные владельцы, не средств производства, а частные владельцы богатств и ресурсов нашей страны прежде всего. И вот за счет того, что они владеют богатствами нашей страны, нашими ресурсами, они имеют механизм, побуждающий к труду все другое экономическое население страны. И офисный плантон в Москве, и чиновников в министерствах, и продавцов в магазинах. Их кто заставляет работать на ту зарплату, на которую они ходят работать? Кто? Кто является источником содержания этих всех людей? А источник только один – это неприбавленный продукт. У нас в стране сейчас очень немного чего прибавляется к сырью, который мы выкапываем из наших российских недр. Это и есть общенародное богатство, даже если конституции верить, оно общенародное, которое кто-то считает своим и по той или иной схеме распределяет среди вообще всей вертикали власти до самого-то самого верха, по большому счету. И дальше возникает вопрос в этой ситуации. Когда мне говорят, что тот или иной завод приватизирован, и цена этого завода там меньше одного миллиарда долларов. Ситуация, когда у нас из страны в год выходят сотни миллиардов долларов. Когда у нас товарный профицит за прошлый год составил 343 миллиардов долларов США. Это, вернее, за 22-й год. То есть мы отгрузили товары из страны больше, чем везли обратно, на 343 миллиарда долларов США больше. Когда мы только в Индию отгрузили товары на 60 миллиардов долларов больше, ну, из нашей российской нефти, 60 миллиардов долларов, обратно забрать не можем ничья. И когда мне говорят о том, что камешек покатился, какой-то там завод стоимостью меньше одного миллиарда долларов перешел в собственную государство, хотя мы не знаем, кто это такой, этот государство, да, всего благого человека, но я не знаю, кто это человек. У меня возникает вопрос. Мы серьезно верим, что идет разговор о запущенном процессе национализации собственности. Я, как самый оптимистичный вариант для себя, могу рассмотреть другой подход о том, что в нынешней ситуации страна, которая находится, безусловно, перед очень серьезными рисками и вызовами, стоящими в ее политике, вынуждена мобилизоваться перед лицом тех угроз рисков, которые перед нами возникают. Это, безусловно, так. И первое, что надо мобилизовать, это свои ресурсы. Это тоже, безусловно, так. Понятно. Но дальше возникает вопрос по схеме мобилизации и централизации управления этими ресурсами. Те подходы, которые я наблюдаю, это попытка перенаправить и переразовать госрезерв, так или иначе, попытка обсудить те или иные варианты внедрения монополии, элемента монополии на внешнюю торговлю. Они как бы кто-то там озвучивают, даже пытаются какие-то бумаги подписать, но они тут же стопорятся и не диваются, потому что с точки зрения, опять-таки, капиталиста, за 300% он сделает все, что угодно. И каким-то образом мы все равно торгуем всеми нашими стратегическими материалами со всеми нашими врагами. Более того, наш руководитель страны на вопрос, когда ему задали вопрос, а почему мы поставляем по-прежнему газ туда-сюда, на Запад, через Украину, он же нам ответил, что, в принципе, если мы не будем поставлять кто-то другой, займет наши рынки. Поэтому требуется определенное решение, которое нам позволит финансировать наши целевые задачи в России. То есть мы торгуем с нашими врагами вполне себе осознанно для того, чтобы те или иные цели и задачи у себя в стране решать. То есть тогда надо понять, а приоритеты в стране у нас какие в данной ситуации. И если уж даже так, то я так понимаю, так вижу, что одним из возможных вариантов оптимизации и повышения эффективности этой торговли с врагами действительно стоит ситуация, когда мы должны вводить монополию на внешнюю торговлю, по крайней мере, по всем вариантам сырьевых и низкопередельных товаров. Потому что, ну, как бы там ни было, все-таки, наверное, с отдельным взятым капиталистом и буржуем, у которого дети, имущество и все остальное за границей, врагам договориться проще. Наверное, да. Чем с госструктурой, которая, в принципе, имеет, ну, более, может быть, жесткую систему контроля. Хотя, чего там реха таить, в наших органах власти достаточно много людей с большим количеством паспортов и собственностью за границей. Это, к сожалению, тоже надо признать. Поэтому тут, как говорится, конь не валялся в этом направлении. Но пофантазировать о том, что это первый шаг на пути мобилизации и централизации управления ресурсов в стране, я, наверное, могу себе пожелать так подумать. Но является ли это действительно шагом в этом направлении, или это просто банальный передел собственности, покажет только время. И, Виктория, я, скажу честно, хотел бы верить в то, что это все-таки путь мобилизации. Но при любом раскладе не будем забывать, что мы, мы, по-прежнему являемся заложниками политики внедрения рыночных инструментов и механизмов. И на всех этажах власти нам подтвердили, что от рынка мы не собираемся никуда отходить. И как в рамках этого рынка будет вводиться монополия, внешняя торговля, для меня, конечно, является вопросом интересным. Ну, гадать я не собираюсь. Данная ситуация время покажет. Но я не стал бы раньше времени радоваться ни тем, ни другим по той информации, которую мы получаем непосредственно к этому предприятию. Владимир Николаевич, а скажите тогда, вы так прекрасно объяснили, что это даже не капитализм, который Маркс описывал. Скажите тогда, как эта торгашеская формация может называться с вашей точки зрения? Послушайте, вот это как раз вопрос очень интересный. В том плане, что если мы являемся поставщиком и распределителем не добавленной прибавочной продукты, а сырья с низким переделом и вообще без передела, то я бы не стал бы это называть вообще никаким обществом. Мы страна, которая находится в колониальном управлении стран, где победила частная собственность на средства производства. Вот те, кто владеют производством по переработке нашего сырья и материалов, вот они настоящие истинные капиталисты, которые присваивают продукт свой, чужой, с других стран и так дальше. А мы являемся и поставщиков тех ресурсов, которые используются ими для производства добавленной стоимости, которые они уже потом по своему усмотрению распределяют внутри своих стран, между собой и своим населением. Более того, в данной ситуации у меня не может не возникать вопрос. Как бы я не относился к капиталистам, но ситуация сейчас простая. Если мы сейчас не можем поставлять нефть по нашим ценам туда, когда мы хотим поставить, мы не можем поставить туда ничего по нашим ценам. В Китае мы поставляем дешевле, чем на свои предприятия. Так может быть, пора все-таки в этой ситуации возрождать свою обрабатывающую промышленность. Если нам переклик кислород по поставкам газа, надо у себя его использовать. Это не только тепло, это полипропилен, это пластик, это куча материалов, которые надо готовить. Это передел, это нефтехимия. И так буквально по каждому материалу. Но это, как говорится, банальные вопросы, которые нет смысла разбирать в рамках сегодняшней темы. Да, мы прекрасно знаем, с чего надо. Вы правильно сказали, монополию на внешнюю торговлю. Это, возможно, даже первичный шаг должен быть. Скажите, я проследила такую интересную последовательность за эти 30 лет. Сначала были у нас заводы. Потом заводы эти захапали, какие-то остались работать там с другим собственником. А какие-то просто разворовали и сделали там офисы. Офисы проработали какое-то время в Москве. И сейчас подчистую зачищают всю, абсолютно всю эту базу, которая была. И теперь там строят апартаменты. То есть без социальных каких-то, без прописки, без всего, без каких-то социальных услуг, детских садов и так далее. И вот это вот такая вот, сейчас даже офиса в Москве нет. Ничего личного, это бизнес. То есть для меня возникает только один вопрос. Для того, чтобы на месте вашего офиса, до которого вы платили ту или иную аренду, появилось жилье, его надо, во-первых, построить, во-вторых, кому-то продать. И этот кто-то должен ходить каждое утро в Москве на работу. И учитывая, что сейчас в московской Азамирации проживает около 40 миллионов человек, дальше у меня не может не возникать вопрос. А кто их гонит каждое утро на работу, это первый вопрос. И во-вторых вопрос, а куда? На какое производство эти люди каждое утро бегут работать в 40 миллионов? И вот в данной ситуации у меня понимание логики происходящего, оно, скажем так, не то, что разумного нет. Разумное есть, но оно нас может расстроить. Дело в том, что обманывать москвичам или другим жителям больших городов, где нет производства, себя не стоит. Никогда не будет в Москве работать эффективно забота о СССРК «Москвич». Потому что не может работать серийный завод в городе, который имеет самую высокую зарплату в стране. Но производство из Америки убегало в Китае, в Вьетнам, потому что там рабочая сила дешевле. Поэтому и заводы показывают огромные убытки, которые там каждый год только множатся. И ничего там с этим не изменить. Тем более этот завод на самом деле не является заводом как таковым. Это конструктор «Лего» из китайских комплектующих. Там нет ничего отечественного совершенно. Самое интересное, оно там не может появиться. Потому что где вы, в каком месте Москвы вы построите завод по производству трансмиссии для мостов для этого автомобиля? Стесняюсь спросить. А какой смысл ставить заводы по трансмиссиям и мостам в других городах, где-нибудь в Самаре, Итальяте или в Казани, для того, чтобы оттуда ввести эту комплектацию на сборку в Москву? Какая логика? То есть Москва, как город, который был промышленным, на ближайшее время надолго потерян. Но в данной ситуации, еще раз, в стране не производятся добавленные стоимости, которые могло бы прокормить такое количество людей, которые покупают студии в Москве. Значит, единственным источником, за счет которого можно эти вещи сделать, это перераспределить в пользу людей, которые будут покупать эти квартиры в Москве, это перераспределение природной ренты России в пользу работников офиса имени Москвы, так скажем. Я не говорю, что это правильно, неправильно. Ну, раз тут это дело, значит, кому-то кажется правильным. Но с точки зрения сегодняшнего момента, когда, в общем-то, с точки на заводах реально некому работать, вы типа больше платите, тогда будет кому работать. Нет, вы себя... Если человек так сказал, значит, он уже зомбирован ЕГЭ и телевизором. Вы поймите, что в Москве распределяют зарплату в пользу тех, кто тут живет не потому, что собственники помещений или офисные собственники такие добрые по отношению к теме, кто является собственниками на тех или иных провинциальных предприятиях. Нет. Просто система построена так, что она будет распределять в пользу притока населения непосредственно в Москву. Но вся проблема в том, что это может держаться только на ренте природной. И вот если мы свое производство в России уничтожаем, а мы уничтожаем его по-прежнему, что там хотели, потому что без людей производство не работает, то возникает вопрос. А вот та природная рента, которая должна кормить всех, кто работает в офисах, она от кого зависит? А я скажу, от кого она зависит. Она зависит от внешнего рынка, от того, кто на Западе или на Востоке, и почем ее купят. И тогда скажите мне, пожалуйста, а где вы видели банановую республику, где бы люди жили хорошо, даже в столице? Их не знаете? А почему вы считаете, что у нас так будет в ближайшее время? Поэтому это тоже вопрос на подумать, но, на мой взгляд, ответ здесь очевидный. Спасибо, Владимир Николаевич. Да, я прекрасно понимаю, дальнейшую цепочку эти апартаменты будут стоять там, большинство пустые, и далее будет, как в Китае, через какое-то время снос всего этого. Но это будущее. На самом деле ужасно, потому что это, получается, мы такие рабы, которые копаемся там где-то, достаем эти ресурсы и гоним их туда. А все эти олигархи получаются такие надсмотрщики, которые стоят над нами, а хозяин их там. Знаете, хорошие, вы правильно сказали, понимаете, они не собственники, они именно надсмотрщики, потому что их считать хозяевами ресурсов вряд ли. Кто-то им передал в руки право выкачивать ресурсы из страны, и это точно были не мы. И это точно не они это смогли сделать. Вопрос, кто их назначил, и кто обеспечивает им возможность дальше заниматься тем, чем они занимаются. Это точно не народ России. Спасибо, Владимир Николаевич. Грустная, конечно, картинка, но всегда все меняется неожиданно. Вот я не согласен, что она грустная. Понимаете? Вы же не грустили предыдущие 30 лет, а что картинка была другая? Нет. Наоборот, мы сейчас находимся в той ситуации, когда те или иные шоры с глаз, пелена с глаз начинают спадать. И это хорошо, потому что когда начинаешь вдруг себя видеть реальную картину, ты можешь принимать более трезвое и правильное решение. Единственная проблема в этой ситуации, что каждый из нас теперь должен начинать реагировать и что-то делать в этом плане. И самое неправильное в этой ситуации впадает в депрессию, потому что от депрессии точно ситуация лучше не станет. Надо принимать определенные решения, каждому для себя. Спасибо, спасибо за ваш оптимизм. Друзья, с нами был Владимир Николаевич Баглаев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok